Известный российский писатель Александр Грин подарил читательскому миру множество различных произведений. Однако большинство книголюбов ассоциируют имя этого талантливого человека, жизнь которого наполнена интересными фактами, с повестью «Алые паруса», в которой рассказывается об истории девочки по имени Ассоль. Главная героиня книги повстречала своего возлюбленного Артура Грея, а сюжет этого произведения о непоколебимой вере и искренней мечте стал подоплекой для кинематографических работ известных режиссеров. Александр Гриневский, настоящая фамилия писателя, родился 23 августа 1880 года. Детство юного Саши прошло в городе Слободском, который ныне находится в Кировской области. Грин рос и воспитывался в нетворческой семье, которая не принадлежала к литературному миру. В 1873 году Гриневский сделал предложение руки и сердца Анне Липковой, работавшей медсестрой. Первенец Александр родился у супругов только после семи лет совместной жизни. Позже у Гриневских появились еще трое детей, мальчик и две девочки. Родители воспитывали Грина непоследовательно. Иногда будущего писателя баловали, а в другие моменты строго наказывали или же вообще бросали без присмотра. Примечательно, что любовь Александра к чтению появилась еще в раннем возрасте. Когда ребенку исполнилось 6 лет, он научился читать. Вместо игр со сверстниками на свежем воздухе мальчик перелистывал приключенческие книги. И первым прочитанным произведением Саши стала тетралогия Джонатана Свифта «Путешествие Гулливера». Кроме того, юный Грин обожал рассказы о бесстрашных мореплавателях, которые путешествуют по водному пространству Земли. Поэтому неудивительно то, что маленький фантазер стремился повторить жизнь литературных героев. Мечтавший уйти в море матросом Саша делал попытки убежать из дома. В 1889 году девятилетний мальчик был отдан в подготовительный класс реального училища. Кстати, именно одноклассники дали Саше прозвище «Грин». Примечательно то, что автор произведения не был послушным ребенком. Гриневский, наоборот, доставлял неприятности учителям, которые отмечали, что его поведение было хуже всех остальных. Тем не менее, Грину удалось окончить подготовительный класс и перейти на ступень выше. Однако, будучи второклассником, сын польского шляхтича был исключен из школы. Дело в том, что Саша, запомнившийся непоседливым характером, решился проявить свой талант и написал стихотворение об учителях. Правда, это произведение было неодой в стиле Ломоносова. Оно содержало иронический подтекст и считалось весьма оскорбительным. Но в 1892 году Гриневскому удалось вернуться на учебу. Благодаря отцу юношу приняли Вятское училище, которое имело дурную репутацию. Когда молодому человеку исполнилось 15 лет, в его жизни произошло страшное событие. Александр Грин лишился матери, которая умерла от туберкулеза. Через несколько месяцев Степан Гриневский женился на Лидии Борецкой. Правда, отношения с мачехой у Саши не заладились, из-за чего парень поселился отдельно от семьи отца. Мастер слова жил в одиночестве, а от атмосферы провинциальной вятки, в которой царила ложь, ханженство и фальшь, юношу спасали приключенческие книги. Будущий прозаик провел в скитаниях 6 лет. За это время он умудрился поработать переплетчиком книг, крущиком, рыбаком, железнодорожником, землекопом и даже артистом бродячего цирка. В 1896 году он окончил Вятское училище и отправился в Одессу, дабы стать моряком, получив 25 рублей от отца. В новом городе Грин некоторое время бродяжничал, у него не было денег на пропитание. Когда Александр очутился на корабле, его ожидания не совпали с реальностью. Вместо восторга юноша испытал отвращение к прозаическому матросскому труду и разругался с капитаном судна. В 1902 году из-за крайней нужды в деньгах Александр Степанович поступил на солдатскую службу. Тяжесть солдатской жизни заставила Гриневского дезертировать. После сближения с революционерами Грин занял подпольной деятельностью. В 1903 году молодого человека арестовали и выслали на 10 лет в Сибирь. Также он провел два года в Архангельской ссылке и одно время жил под чужим паспортом в Петербурге. Свой первый рассказ Александр Степанович Грин написал в 1906 году и с того момента творчество захватило молодого человека целиком. Его первое произведение под названием «Заслуга рядового Пантелеева» рассказывает о нарушениях, которые творятся на солдатской службе. Дебютное произведение Грина было издано под подписью А.С.Г. в качестве агитационной брошюры для служащих в армии, солдат-карателей. Стоит отметить, что весь тираж был изъят из типографии и сожжен полицией. Александр Степанович всю жизнь считал свое сочинение утраченным, однако в 1960 году был найден один экземпляр брошюры в папке «Отдела вещественных доказательств московской жандармерии». Далее из-под пера Александра Грина появилось произведение «Слон и мойска», которое постигло та же участь. Первым произведением, которое легально достигло книжных лавок, стала повесть в Италии. Начиная с 1908 года писатель начал публиковать сборники рассказов, печатаясь по творческим псевдонимам Грин. В год автор сочинял приблизительно по 25 рассказов, зарабатывая при этом неплохие деньги. В 1913 году читательская публика увидела сочинение Александра Степановича в виде трехтомника. С каждым годом Гриневский совершенствовал свое мастерство, расширилась тематика произведений, сюжеты становились глубокими и непредсказуемыми, а также писатель начинял свои книги цитатами и афоризмами, которые стали широко известны в народе. Стоит отметить, что Гриневский занимает в мире русской литературой особое место. Дело в том, что у автора не было ни предшественников, ни последователей, ни подражателей. Однако самого писателя обвиняли в заимствовании сюжетов у Эдгара По, Джека Лондона, Коффмана, Стивенсона и других творческих личностей. Но при этом анализе текстов выяснилось, что это сходство весьма поверхностно и необоснованно. Также имя Александра Грина сравнивают со страной Гренландии. Сам автор не использовал название данной вымышленной локации в своих произведениях. Его выдумал советский критик Корнелий Зеленский, который таким образом описал места действия главных героев в романах Грина. Исследователи считают, что полуостров, где располагается страна писателя, находится на южной морской границе Китая. Такие выводы были сделаны по упоминаниям в произведениях реальных мест Новой Зеландии, Тихого океана и так далее. В 1916-1922 годах Грином была написана повесть «Алые паруса», которая его и прославила. Примечательно то, что это произведение мастер пера посвятил второй жене Нине. Идея произведения родилась в голове писателя спонтанно. Александр Степанович увидел в витрине с игрушками лодочку с белыми парусами. «Эта игрушка мне что-то сказала, но я не знал, что». Тогда я прикинул, не скажет ли больше парус красного, а лучше того алого цвета, потому что в алом есть яркое ликование. Ликование означает знание. Почему радуешься? А вот, развертывая из этого, беря волны и корабль с алыми парусами, я увидел цель его бытия. Так описывал писатель свои воспоминания в Черновиках. В 1928 году Александр Степанович выпускает свое значимое произведение, которому дает название «Бегущая по волнам». Этот роман о несбыточном. Современные критики отнесли к жанру фэнтези. Также Александр Грин знаком читателям по работам «Гнев отца», «Дорога никуда», «Дьявол оранжевых вод», «Блестающий мир». А последний роман писателя называется «Недотрога». Правда, это произведение Александр Грин закончить не успел.